В обычных языках программирования синтаксис вызова функции имеет следующий вид. Сначала идет имя функции, потом открываются скобки, и через запятую перечисляются те значения, которые будут переданы этой функции в качестве аргументов. Какова у функции Arnest, столько аргументов мы и перечисляем через запятую. В Haskell синтаксис вызова функции другой. Мы просто пишем имя функцию, а дальше без всяких знаков пунктуации перечисляем аргументы этой функции один за одним. При таком синтаксисе вызова мы можем перечислить не все аргументы, а только их часть. Несколько первых аргументов в этой функции мы можем указать, а остальные отбросить. Это идея частичного применения функции, когда в результате получившееся выражение само представляет собой функцию, в которую могут быть переданы все оставшиеся аргументы. Так вот, эта идея была придумана Haskell Карри, и в честь него такие функции с аргументами, передающимися по одному, называют карированными. Хотя на самом деле такие функции первым придумал одесский математик Мэйсей Шенфинкель, тем не менее, Haskell Карри активно популяризовал эту идею, и поэтому слово «шенфинкелизация» не используется, а используется термин «карирование». В Haskell, однако, не все функции являются карированными. Действительно, в Haskell мы можем определять функции над кортежами. В этом случае синтаксис вызова функции будет выглядеть так же, как в обычных языках. Ну, скажем, если кортеж двухэлементный, это пара, то тогда у нас будет вызов функции иметь следующий вид. Имя функции, дальше открывается скобка, первый аргумент, запятая, второй аргумент, и скобка закрывается. Все точно так же, как в обычном языке. Таким образом, у нас в Haskell имеются как карированные функции, так и некарированные. И мы встаем перед проблемой, как переходить от карированных функций к некарированным и наоборот. Давайте посмотрим на пример. Вот перед нами функция fst, которая возвращает первый элемент пары, но мы также можем на нее глядеть как на функцию двух аргументов, поскольку в паре два элемента. На функцию двух аргументов, которая возвращает некоторое значение. Таким образом, в Haskell тоже есть некарированные функции. Процедура перехода от таких функций к функциям, которые принимают аргументы по одному, называется карированием. В чем смысл процедуры карирования? Представьте, что у нас есть функция двух аргументов, есть функция высшего порядка, ну, например, комбинатор on, хорошо нам известный. Тип комбинатора on выглядит так. Он ожидает в качестве двух из своих четырех аргументов функции. При этом, первая функция, первый аргумент комбинатора on, это функция двух аргументов, которая не является карированной. Представьте, что мы хотим вызвать функцию on на функции, передав ей в качестве первого аргумента, некарированную функцию. Ясно, что это по типам сделать нельзя. Например, если мы попробуем выяснить тип такого выражения, fst, on, это первый аргумент, и второй аргумент, возведение в квадрат. Берем пару и хотим возвести в квадрат ее элементы и потом применить функцию fst. Мы получим сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке говорит, что здесь ожидается карированная функция, а функция fst не является карированной. Она принимает пару. Как же нам осуществить переход от одной функции к другой? В языке Haskell есть специальный комбинатор, который так и называется, carry, который выполняет ровно эту деятельность. Если мы сначала функцию fst обработаем функцией carry, то она превратит функцию, заданную над парой, в стандартную карированную функцию двух аргументов. Теперь эта конструкция работает, и мы сможем выполнить соответствующее действие. Давайте посмотрим еще на один пример. Вот у меня определена тоже некарированная функция avg, которая возвращает среднее значение из пары аргументов типа double, которые в нее передаются. Функция avg реализована следующим образом. Довольно просто. Передается пара. Мы находим проекции этой пары. Первые и вторые элементы этой пары складываем их и делим пополам, получая среднее значение. Функция avg тоже некарированная. И прежде чем ее использовать в выражении, которое требует карированной функции, скажем, функции высших порядков, мы должны ее карировать. Таким образом, функция avg превращается в карированную функцию с помощью функции carry. Ну вот, теперь функция carry avg on квадрат. Это функция, которая вычисляет среднее значение квадратов, переданных в нее, двух переданных в нее значений. Как устроена функция carry? Ну, давайте попытаемся ее сконструировать. Что нам нужно? Функция carry делает следующее. Она принимает некоторую функцию, заданную над парой, некарированную, и два аргумента, которые мы хотим использовать в этой паре. То есть передать мы должны пару x и y в функцию f. Но как нам... Теперь давайте напишем тело этой функции. Как нам передать значение x и y в функцию f? Мы просто должны взять функцию f, дальше сконструировать из x и y пару, и передать ее в нашу функцию. Ну, название carry уже занято. Давайте мы определим функцию, которую назовем сокращенно, cush. И вот такая функция определена. Если мы посмотрим на ее тип, то мы увидим, что она делает ровно то, что требуется. Она принимает функция высшего порядка. В качестве первого аргумента она принимает некарированную функцию. То есть функцию над парой, а превращает ее в качестве возвращаемого значения, служит функция, уже карированная функция, в которой аргумент передается последовательно. Ну, если мы посмотрим на тип функции настоящий библиотечный, мы обнаружим, что это тот же самый тип, но с точностью до имен типовых параметров. Есть и обратная функция, функция, которая зовется unCurry, которая выполняет ровно обратное действие. Она принимает карированную функцию и возвращает нам функцию не карированную, то есть функцию, заданную над парой. Продолжение следует...